Здравствуйте! Я рад вас приветствовать! В эфире еврейская еженедельная телевизионная программа Алев. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, директор института истории нашего города, института истории Днепра. Ну а кроме того, директор института Александра Поля... Нет, нет, нет. Доцент кафедры истории Украины, кандидат исторических наук. В общем, пан Олег... Репан или Репан? Репан. Доброго дня. Доброго дня. Будем говорить на украинском, на русском, наидишь, на каком нам уже будет удобно, вам будет удобно слушать. И прежде всего, вместе с вами, пан Репан, мы были в комиссии по декоммунизации по перемене названий. Перемена названий состоялась больше трехсот улиц, да весь наш город, многие его районы. И на ваш взгляд, на взгляд даже, наверное, не историка, а общественного деятеля, культуролога, каковы ее результаты? Есть ли ее результаты? Результаты есть, результаты поступают. Давайте я скажу буквально свои вражения с этой недели. Тобто позавчора мы на Левом Березе в индустриальном районе проводили акцию на улице Василя Макуха, по-старому Краснопартизанске. Так вот, знаете, очевидно, реакция ризна, как традиционно. Но час от часа мы наштовхировались на то, что люди, сами это приватный сектор, сами меняли таблички. А вот, причем, одного разу я побачиваю, очевидно, людина не умела сняти старую табличку. Вона просто перекреслена червоним, а поруч поставлена новая табличка в улице Василя Макуха. Тобто для частини людей это важно. Для большей частини иногда байдуже, иногда интересно, кто это. И, ну, вот, подчас этих акций мы, правда, стыкаемся с всей палитрой с принятя или не принятя. Но, поскольку это переименование, это вещь не прагматическая, это вещь идеологическая, это вещь меняющая, скорее, ментальность, чем приносящая какие-то конкретные количество продуктов, новых люков или еще чего-либо конкретного, что можно померить руками, это, скорее, все-таки вопрос идеальный, а не материалистический. Можно ли говорить, что декоммунизация привела к каким-то изменениям в сознании и что метод изменения названий в городе, он меняет атмосферу города? Так, можно говорить. Суть в том, что декоммунизация, как и будь-якая идеальная вещь, вона изменяет свет вокруг нас через измену наших уявлений. Мы с вами уже колись говорили, что одна речь, когда ты ходишь по улице Касиора або Петровского, и ты знаешь, або даже не знаешь, это не настолько важно, что эти люди вбивали миллионы людей в Голодомор, и, вы понимаете, то, что ты позволяешь себе мириться с злом, изменяет тебя, это позволяет и тебе быть на тлее, если ты себе позволишь, ну, припустим, там, вкрасти, я не знаю, что-то плохое сделать, но на тлее этого Касиора ты не такая плохая людина, ты только вкрав, а не вбив. И когда мы сейчас с вами изменяемо это, ну, вот, вражение, например, от этой же уличности акции только на улице Надії Алексеенко. Для многих людей было открытием, когда я просто показывал, говорю, ось лекарня, дитячая лекарня, побудована на ее гроши. Для многих людей это открытие, и для многих людей это изменяет. Я говорю, так воно была замужной человеком, так у нее были миллионы. Ось эти миллионы витрачений прошло 100 лет, а лекарня служит дитям нашего города. Ну, ведь известно, как писал великий поэт, мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Для многих людей привычные представления, привычное восприятие мира удобно. Оно ведет к некой стабильности и уютному миропониманию. Вы же предлагаете, и я в том числе, не снимаю с себя ответственности, выход из зоны комфорта. Мы предлагаем задуматься прежде всего, на чьих улицах мы живем, в каком мире мы живем, что каким именем называется, и сделать то, что называется в украинском языке прекрасное слово «свидобность». Ви понимаете, Влеже, речь в том, что это, возможно, прозвучит так тривиально, но современный мир очень динамический. И в этом динамическом мире можно говорить, что я хочу, чтобы все было по-старому. Но все по-старому не будет. И динозавры вымерли, потому что они не прилаштировались до тих условий, которые изменились вокруг них. И перед нами, как перед Дніпром, как перед Социумом и перед Украиной взагалі, мы або должны изменять себя и идти вперед, иначе нас просто не будет. То есть это не мы делаем для того, чтобы устроить себе правильную историю сзади, мы это делаем для будущего. Конечно, только так. Понимаете, наша работа, ось Валентин Старостин колись классно сказав, мы изменяем назву міста не для нас, мы изменяем назву міста для тех, кто ходит до школы. Понимаете, наши изменения, они, возможно, будут не настолько приятными, но те, кто идут за нами, они уже стают другими, и прорывая вот эту греблю коммунистической осознанности, мы помогаем им идти вперед. Но иногда у нас есть идти вперед, это модернизация, мы изменяли название нашего города, а иногда идти вперед, это одновременно идти назад. Вы, как историк, это хорошо знаете. Не получается ли иногда, что идя якобы вперед и изменяя какой-то коммунистический нарратив, мы его изменяем другим архаическим и другим прошлым нарративом, не тем, который нам нужен в будущем. Мне кажется, что любая разговор о минуле, это все равно разговор о майтбуде. Вы говорите про архаический нарратив. Мне кажется, что, в частности, наши переименования, ось те, до которых мы дійшли, это, в частности, что мы чувствуем, в чём мы чувствуем потребность сейчас. Причем, подивитеся, насколько разные переименования в нашем городе. Это и частина людей науки, культуры, войны, промысловости, управления. Это разные социальные группы, на честь кого называли. Это разные национальности людей, на кого мы называли. То есть мы, как мне кажется, сделали одно из лучших в Украине переименований. Очевидно, часть из них мне не очень, скажем так, подобается. Но это уже моя проблема. Потому что вы сами помните, что результат переименований – это результат суперечек и компромиссов, в частности, на комиссии. Так вот, мне кажется, что мы создадим для себя певный фундамент, в частности, этими переименованиями, для того, чтобы было ось это «мы», в частности, кем мы есть, кем мы хотим быть. То есть мы создадим сейчас из разных исторических памятей, разных групп, национальных, религиозных, культурных, социальных и так далее, мы пытаемся создать некую не общую историю, но некое общое будущее, так? Я думаю, что так. Понимаете, мы, днепряные, мы, справедливо, очень разные, так? И ось эту разницу и единство в однажды, в этом разноманитии, в частности, отбивает и наше переименование. Но мы идем дальше. Мы как-то сняли некий коммунистический нарратив. Дальше мы сейчас подходим к имперскому нарративу и воспринимаем себя, вот сейчас все чаще начинаем думать с точки зрения Украины по отношению не только к событиям 20-го, но и предыдущих веков. А тут вы, как директор института города, подоспели с идеей передатировки основания города. А зачем это, скажем так, давайте не столько будем говорить, почему вы так решили, сколько какое-то вообще имеет значение. Ну вот, есть 1776 год, очень удобная дата, и юбилей был Брежнева, и все знают, и вместе с Америкой мы родились, вместе у нас одинаково. Есть там 1887 год, когда с того места перенесли на это. 1635 годак. Какая разница в принципе? Ну хорошо, давайте объявим, что наш город появился в 1000 году. Или в нулевом. Тут поединение двоих вещей. Поединение науковых и общественных, общественных. Ну, по-перше, я появился с этой идеей не сейчас. Я появился с нею, и не только я. А очень много наших научных, кандидатов, докторов исторических наук, очень давно говорят про то, что дата 1776 год, это, ну, по-перше, абсолютно дурня в реальности, потому что это подтянули под юбилей Леониды Ильича, но меньше с тем. Эта дата находится в старой системе поглядов. Раньше она называлась 1787 год, но это ничего не изменилось. Идеология маяка. Пришла матушка Екатерина и подарила нам счастье. Почему? Она убила город Кадак и основала другой город. Вот, так сказать, мы пришли на свежее место. Давайте я буду защищать Катерину, зокрема, от геноциду. Ось, речь в том, что Катерина не вбивала. Отменила ярмарки, отменила перевоз, город погиб. Довелося місто Новый Кадак включити до складу Катеринослава, потому что в Катеринославе аж 600 человек, а в Новом Кадаку, при том, что его, всправді, спробовали вбивати, понад 2000, тоді было. Но давайте повернемося до того, чому и как. По-перше, суто, с науковой точки зрения, мы маем просто невероятную культуру. Это будь-якому неупередженому историку. Мы понимаем, что мы имеем еще и козацкий этап истории нашего города. Про что мы сейчас говорим? Мы сейчас говорим про то, что наше місто – это мисто прикордоння. Это мисто на кордоне с кочевым свитою. И постало оно на целой системе поселений, просто на старшем, с безперервным культурным шаром, из которого есть Старая Самарь, 1524 р. Но на левом березе – это и Старая Самарь, и Усть-Самара, и Мануйлевка, и Камянка Левобережная и так далее. На правом березе – Таромская Диевка, Сухачевка, Новый Кадак, Половицян, на территории которой мы сейчас сидим, Мандриківка, Лоцкамянка и так далее. Но речь в том, что в межах цієї системы, которую мы предлагаем, каждое из этих поселений важное. И мы с вами говорили щойно про то, что мы днепряни сейчас, мы разные. У нас есть спильные вещи, есть определенные разницы. Кто из нас живет в центре, кто из на левом, кто из на правом, кто из на околе. В межах цієї системы мы говорим, что мы все важны для нашего города. Другой момент. Момент уже суто не науковый, если брать. Мы сейчас говорим не о формальных признаках, о юрисдикции, а о ментальных. Правильно? Так. То есть, когда, например, жители Приднепровска, возле Приднепровской ГРЭС, говорят, мы поедем в город, или мы у себя на хуторе, и они четко отличают мы, вот этот вот райончик, и некий город, возле которого они находятся. Мы говорим, что они могут не ощущать свою связь с Днепром, или когда-то с Днепропетровским. Игрень не была городом, теперь она уже город. Олеже, а от вы поговорите с разными людьми, которые живут в разных районах. Причем, скажем, там поедем в город, або поедемо до центру, дуже часто. Не в город, а в центр. Таромская город? Формально, да? Таромская формально частина міста. А, однако, себя таким не воспринимают. И изменения в сведомости так же поступают. Сейчас. Ну вот тогда, когда была Лоцкаменко, Мандриковка, Стараса Марь, они же ощущали себя различными, мы же не можем говорить мы, они потом соединялись. Абсолютно верно. Вони відчували себя різными, но они объединялись. Вы понимаете, если мы принимаем решение, ну, умовно говоря, вот мы такие одни из одного джерела, ну, допустим, из 1787 года, ну что, давайте тоді рахувати тільки тих людей, які живуть на горі? Там, де Екатерина камень заложила? Ничего подобного, потому что тогда мы рассматриваем не свою идентичность, а мы рассматриваем себя как некую формальную идентичность, и человек становится Екатеринославцем, Днепропетровцем, Днепровцем, когда приезжает и получает здесь те или иные документы. Точно так же вы можете любить свою, не вы, не будем говорить конкретно, любочек может любить эту женщину, жить с этой женщиной, а не о реальном. Потому что мы вот, когда мы эту датировку используем, мы пытаемся найти какие-то формальные поводы, когда вот... Так. И мы пригнули ему реальность. Нет. Так. Просто, когда ты делаешь новоселье или делаешь день рождения, то на самом деле вполне возможно у тебя, но ты делаешь некую ритуальную вещь, то, что называют во психологии, в этнографии, и вы прекрасно это знаете, обряды перехода. Когда ты вот сейчас был еще сельским парнем, а вот сейчас водки выпил и стал городским. Тебя приняли в сословие. Олежа. Реальность, при этом, ментальность будет меняться еще десятки лет. Олежа, так вот я про это и скажу вам, что эти вот умовные перерезания ленточек это все этапы нашей с вами истории. Речь в том, что мы не пропонуем отмолваться, припустим, от имперского периода. Мы говорим, что это этап нашего с вами життя. Этап козацкий, умовно назовем его так, этап очень сложной системной взаимодействии вот в этом коммуникативном узле, там, где Самара, Дніпро и Пороги. Наступный этап, и вы смотрите, имперский этап не единый. Место Катеринослав, как суто губернский центр, и место, которое родилось благодаря Александру Полю, это разные места. Хотя между ними формально ленточку никто не разрезал, но это также мы. Потому что, когда, если уберем сейчас наши ощущения, когда мы говорим, мы, американцы, условно, что приехали на Мейфлауре первые поселенцы, а потом приехала вторая и третья волна и стала частью нас, то нас мы начинаем с первых поселенцев. И возникает вопрос, мы говорим мы, начиная с тех, кто приехал сюда, и здесь жили какие-то туземцы в районе Самарии, в районе Лоцкаменки, а мы, как Мейфлаур, приехали сюда, или мы говорим о том, что мы, это те, кто жили здесь, на Манхэттене, а потом приехали на Мейфлауре, Мы включили и ты их сюда. Нет, никогда не получится. Получится. Потому что нельзя сказать, что мы здесь были, а потом мы сюда пришли. Потому что тут всегда где-то есть мы, а где-то есть они. А вы пытаетесь переменять эти... Нет, нет, вы концептуально не правы. Речь о том, что мы сейчас с вами говорим про нас, как днепрян. И мы, которые жили в Старой Самарии, Новом Кодоку, и мы, которые приходят в оцей новой, так бы мовити, в лапках Катеринослав, и мы, которые живем на Левом Березе, которые становятся частью Днепра только в середине ХХ столеття, и мы, которые приходят из каких-то сел, наймаясь на работу, на заводи к концу ХХ столеття. Если мы с вами чувствуем, что мы днепряни, то тогда это все есть мы, это все частинка нас с вами. Понимаете, Олежа, если мы будем говорить про исключенную сведомость, то тогда мы с вами не можем быть одним, потому что вы евреи, а я украинец, так? А я чувствую, что у нас с вами значительно больше спильного, чем отминного, потому что мы належим к единому спинности, спинности Днепра. Не только то. Понимаете, у нас абсолютно разная история за спиной. Я пришел с одной стороны, вы пришли с другой стороны. Когда-то здесь не было ни вас, ни нас. Здесь были скифы, трепильцы, динозавры, кто уж тут жив. Вопрос заключается в том, что мы с вами одна спельнота, потому что мы с вами живем в этом городе и строим его будущее. Так. Нас объединяет не прошлое. А майбутня. Оно нас объединяет, ну и тут возникает вопрос в структуре. Потому что, когда включался сюда, приезжали люди в середине 20-го столетия, когда строился ЮМЗ, или включали Левый берег, они включали себя в некую существующую структуру. Так. Когда сюда пришла Екатерина, или когда сюда пришли Великое княжество Литовское, или когда сюда пришли поляки, где здесь были их южные рубежи, это были другие структуры. И не зря ведь известно, что в город Екатеринослав местных жителей не включали, не давали им права мещанства, они были здесь. Они жили в городе, но на правах крестьянского населения. Что город создавали именно точно так же, как колонисты, которые приехали в чужую структуру. И вот это вопрос... Не вышло. Не вышло. Вы понимаете, справа в том, что идеологично намагалися Екатеринослав створить как имперское место, как место, которое разрывает с предыдущей традиции. На горе идиотизм, там води нет. Там в реальности життя не было еще в 100 лет. Вы понимаете? Потому что там просто нет воды. Там, где Преображенский собор. И вот еще когда можно технично стало поднимать туда воду? Это самый Подемкинский дворец. Вниз, туда. Вы понимаете? Дивите, что произошло? Чему дата такою важливою была для тієї ж Катерини? Так? Чему вона прописывалася? Потому что вона саме символично заперечивала ось ту реальность, яка истинала. Але реальность подминала під себе оцю имперскую символичную структуру. И центр города просто вимушений був систи на половицю. 1743 рік перша згадка про половицю. Місто вимушено навіть формально було включити. Вони не хотели цього спочатку робити. В свой склад новий кодак. Тому що просто людей не вистачало. І розумієте місто так і формувалося на основі цієї козацької системи інтегруючи їх. Тому що це комунікативний вузол. Тому що це шляхи сполучення. Олеже, давайте візьмемо просто навіть шлях. Наш проспект це траса старого ще козацького часу шляху. От давайте ми з вами по проспекту піднімаємося вгору і доходимо там де Гоголя і Вернацького. Так от це старе розгалуження шляху. Один ішов по низу і виходив на сучасну вулицю Мандриківську це також частина шляху. А інший через Гоголя виходив через умовну трасу сучасного Гагаріна на Запорозьке шосе. Це все старі шляхи і наші вулиці. Дуже часто ми не знаємо цього. Це стара система шляхів. Тому що так природно, так нормально і реальність примушує під неї підлаштовуватися, а суто оці дурні ідеологічні побудови. Тому що чому для мене, зокрема, не тільки як для історика, науковця, коли це вже давно доведено і я не знаю, що треба курити, щоб заперечувати козацький етап історії нашого міста. Але і як для людини, яка живе тут, для мене важливо, щоби наша історія стала повною. Розумієте? Щоб вона включила в себе козацький етап, імперський етап, місто, яке дуже сильно змінилося після початку 20-х років внаслідок революції. Розумієте? Це все міста, це етапи нашого міста. Розумієте? І ми з вами є нащадками ось цього дуже довгого процесу. Я це дуже хорошо розумію, тому що для мене є один такий міст, який має приблизно таку ж многослойну чи многовакторну історію. Коли ми говоримо о том, що ми бачимо, що це єдиний міст, ми бачимо в нём завжди який-то єдиний свій міст, він слишком разний. Тому що для кого-то, ми понимаємо, що Ілія Капитоліна, він назывався какой-то короткий проміжуток часу, ну, не більше, чем ми называли з Днепропетровська. І він восстанавливався. Іерусалим був раніше, Іерусалим є сейчас, і ми пітаємся відбуваємся, зв'язку з тим Іерусалимом чи з другим Іерусалимом. І там був і етап Саладина, і мамлюки, і ці, і ці, і ці, і ці. Але ми бачимо його, і вважаємся, і ми вистраємо його от того Іерусалима, города Давида, який основав його, не на пустому місті, а на місті, який був. І вопрос заключається в тому, що ми пітаємся ці структуру як-то соотнести з іншими структурами. Іногда полностью враждебними. Іногда, як ми вжили в тому чи іншій ситуації. Коли ви говорите о тому, що у нас був казацький етап города, то ми можем, конечно, говорити о тому, що разумеється, і сейчас, на районі Манхеттена є новоголандський, новобританский, американский етап развития тех же самых поселений, які там були до того, як Колумб приїхав в Америку. Але, тем не мене, сказати, що вони включили тот город в себе, це нисколько, наверное, буде опрометчим. І вопрос здесь, що які ваше доказательства, як говорив Шварценеггер в известному фільмі, того, що все-таки казацький город, казацька страниця історії до Екатерининської победила, а не була уничтожена, і просто переработала його под свій імперський стандарт. Ви вживаєте невірний термін. Победіла, перемогла. Річ у тому, що місто розвивається під впливом маси чинників. І, якщо би победіла, то це можна перемогти там ідеологічно, воєнно, я не знаю, там, але життя, от ми зараз з вами згадали шлях козацьких часів, які абсолютно чітко інтегровані в наше місто. Давайте, ми сучасний Новокодацький район, так? Ось, знову ж таки, скільки тиждень тому ми проводили там акцію по Новокодацьким вулицям. І, відповідно, якщо ми подивимося на старі карти і ще козацького часу ми побачимо ті ж самі вулиці. Звісно. То, як бути з цими структурами? Я не знаю, чи встигну я зараз вам розказати всі ці речі, які вимушений був інтегрувати Катеринаслав в себе. Звісно. Для того, щоб... Ну, давайте поїхали. Ні-ні-ні, ми зараз не встигнемо. Не встигнемо. Ні, не встигнемо. Вопрос закричується в тому... Маса речей... Давайте я ключову річ скажу. Не відбувся геноцид. Розумієте? Люди, які жили тут, ну, максимум, що вони зробили, це переселилися... Там їм не сподобалася, умовно кажучи, штовханина, яка почалася в половиці. І вони переселилися або на Мандриківку, або на Діївку, або в Новий Кодак. Але вони нікуди не поділися звідси, з нашої території, з нашої землі. Ви розумієте? Оцей шлях, який зараз Слобожанський проспект, а перед тим проспект, це ж старий шлях, дуже старий шлях. І Новомосковський колись шлях, і так далі, це один з шляхів на Самарчик. Центр Самарської паланки. Брилів шлях, навіть після Другої світової війни, є згадки про оцей козацький шлях на виборчій дільниці. В 1940-х роках, після Другої світової війни, Брилів шлях, згадується. Ну, от вам, от вам структури, які існували ще в XVII-XVIII столітті. А вони інтегровані як частинка. Розумієте, той же самий Новий Кодак був усередком повіту. Причому цей повіт спочатку взагалі був утворений на основі кодацької паланки. Ви розумієте, повітові структури, які перебували там, а місто, наше місто, успадкувало, Катеринослав, городову округу Нового Кодака. І як з цим бути? Це викинути? Тобто, люди, шляхи сполучення, структура, основа економіки. Справа в тому, що імперське місто не стало чимось, попри цей там панчішну фабрику, яка, не мов би, з'явилася. Не вона визначала життя міста. Дуже тривалий час. Справжні економічні, дуже принципові зміни почалися після Олександра Поля і Залізниці. От тоді так наше місто принципово змінилося в економічному сенсі. Добре. Ми поговорили о том, що у нас була не стільки побіда і заміщення одного другим, скільки з'явився странний симбіоз, який ми називаємо словом «ми» і відносимо до Дніпрянів. Ну, а в нашій одній з наших следуючих передач ми поговоримо о том, хто ж такі були этим ми в прошлом, хто этим ми були в дальнійшем і хто ми сейчас. Такі разні, але такі едині. Я благодарю Лего Репана за участие в нашій передачі. А с вами прощаюсь только на одну неделю. Ми знову з'являемся з вами ровно через неделю поговоримо на ще много интересних і важних темах до храні Всевышній вас і вашій семьі, щоб все у вас було дуже добре. Міру, шалам. До свидання. Леди Траут. Міру, шалам.